Девушки отдыхают... Переформатировала структурно, но в общем и целом смысл тот же, так что вы услышите то же самое. Для всех остальных я представлюсь, меня зовут Софья Игоревна, я аспирантка филологического факультета РГГУ. Собственно, это изменит косвенное отношение к моему докладу, потому что в конце я немножко скажу о типах для повествования и как это соотношится с видеоидами. В целом, сначала я хотела бы окунуться в историю. Наверное, ее все здесь знают, но никогда не приятно повторить. Что первые компьютерные игры позиционировались как семейное развлечение и они не делали никакого гендерного различия между мальчиками и девочками. Предполагалось, что вся семья будет весело играть в компьютерные игры и, в общем, так это и позиционировалось. В 1980-е годы компания Atari решила сделать рекламу четко гендерно ориентированной и сделала ставку на мальчиков. Собственно, вот пример рекламы, с одной стороны, ориентированной на девочек в 83-м году, и рядом в 86-й год у нас на плакате уже папа с сыном. Соответственно, к 90-м годам возник вопрос вообще, есть ли женщины в компьютерных играх и играют ли они в них. Когда вот эта иконографика там не очень видна, но в целом это исследование самих игрок, самой геймерской индустрии, которая показывает, что, в общем, женщины играют в компьютерные игры, а деньги на рекламу для женщин почти не тратятся. Вот таким образом женщины в компьютерные игры играют, а для них компьютерные игры не делают. Или их игнорируют при рекламе, при промо-роликах и так далее. При этом я не останавливаю свое внимание на довольно-таки специфических жанрах, которые, в общем, присутствуют. Да, это корейские ММО со своими традициями, это так называемые дейтинг-стимуляторы, стриппокеры. В общем, с ними все понятно, и их анализировать, ну, то есть, кому-то интересно, но не мне. Вот. Я и так прекрасно представляю себе, что там происходит. Для своего анализа я выбрала три очень известных компании. Это Blizzard, BioWare и Bethesda. Собственно, почему именно их? Ну, во-первых, все эти три компании достаточно широко представлены на рынке. Их игры известны более-менее всем, кто вообще играет в компьютерные игры. И, кроме того, у них довольно много общего в плане того, что у них у каждой есть своя ММО-РПГ. Они у всех есть свои собственные разработанные миры. И собственные концепции повествования. Они творят в разных жанрах. Иногда слегка пересекаясь. Но в целом они представляют собой разные стратегии того, как женщины репрезентуются. И при этом все они, особенно в последнее время, их как бы хвалят за репрезентацию женщин. По разным поводам, но они получают достаточно одобрительные оценки. Мне было интересно посмотреть, как развивалась репрезентация женских образов в этих компаниях, в играх этих компаний. И, собственно, с чего они начинали, к чему они пришли. И почему все сложилось именно так. Собственно, чем известна Blizzard? У них целых на данный момент 3-4 основных вселенных. Это Warcraft, Starcraft, Diablo и Overwatch. У каждой игры по несколько частей. И они, пожалуй, одна из самых старых, самых известных корпораций. BioWare известны старыми играми, такими как Baldur's Gate, Neverwinter Nights, франшизы Star Wars и собственными мирами Mass Effect и Dragon Age. Bethesda — это серия Delta Sprouls огромная и Fallout. Ну, собственно, да, слегка поздно, да, почему я выбрала именно их. В целом, есть уже устоявшиеся представления о том, как можно попробовать оценить медийный продукт на то, является ли он дружелюбным к женщинам или нет. Но, на мой взгляд, методы, которые предлагают для оценки фильмов, книг, не очень применимы, или там, тропы отдельные, они не очень применимы при оценке компьютерных игр, потому что этот жанр интерактивный, и в одной игре может присутствовать какой-то один троп, который при этом не испортит всю еду, да, даже если там есть тот же самый, там есть замороженная женщина или в каком-то сюжете используем принцип смуфеты, то, да, вся остальная игра при этом может показать себя с лучшей стороны. Да, не стоит объяснять, что вот все эти термины значат, да? Да, ну, вот такой принцип слайдный. Да, принцип слайдный, но все. Сейчас я так, все тогда объясню. Собственно, что такое тест-бегдинг? В общем, он не призван показать, он соотносится с обычным кинематографом и означает, в общем, следующее, что если в фильме есть две женщины, у них есть имена, и они говорят друг с другом, не о мужчинах, то тест-бегдинг пройдет. Единственная цель этого теста показать, насколько смешно и нелепо, и безумно, когда мы смотрим фильм, в котором нет этого, что у нас внезапно женщины полностью выключены из повествования или вся их деятельность направлена на обслуживание мужчин. Понятно, что они там, у них нет имен, это странно. Если они говорят только о мужчинах, что у них нет других интересов, или они вообще друг с другом не разговаривают. Например, это видно на примере, там, не знаю, последних фильмов Марвел, да, в каком-нибудь гражданской войне, в каждой команде есть по женщине, но друг с другом они так и не поговорили, разумеется. Извините, пожалуйста, мне все-таки кажется, что тест-бегдель, это женщина. Извините. Ну, я понимаю, фамилия просто сложная, простите. Мне кажется, он все-таки подходит больше к такому, к коронному массовому кино, которое направлено на массовое зрительство, нежели к художественному калематографу, потому что есть достаточно большое количество очень интересных фильмов, художеств, которые, там, не соответствуют этим параметрам, действительно являются очень хорошими. Этот тест не про качество фильмов. Фильм может быть прекрасного, замечательного качества, всем нравится выиграть Оскар и так далее, но при этом... Да, я поняла. А тогда на что влияют показатели презентации женщин в фильмах? Это показывает, что, как бы, какая-то проблема есть, и что недостаточно женщин в фильмах, которые обсуждают не только мужчины, где что? Какая-то распонятная вопрос? Зачем мы будем? В общем, для многих вообще имеет ли смысл смотреть этот фильм или, по крайней мере, предупредить себя, что ждать от этого фильма женской репрезентации не стоит, ее там не будет. Ага, понятно, спасибо. Простите, а разрешите вопрос? Такой момент, что если мы берем киноискусство, то это уже законченный сценарий, законченное действие, но в играх, игрок и, как так, игроиня, короче, человек, который играет, влияет непосредственно на события, насколько он в данном случае актуален. Так я и говорю, что не актуален. У меня прямо написано. Это метод и оценка других медийных жанров неприменимы. Хорошо. А ты такой принцип, что смуфет не... Сейчас я тебе расскажу. Да, что такое стеклянный целлюлозный потолок? Да, стеклянный потолок – это то, что мы имеем в реальной жизни, так как женщины, достигая определенного карьерного уровня, не пускаются на следующий просто потому, что они женщины. Целлюлозный потолок – это термин как раз для фильмов, его используют, я видела и для игр, и для других медийных произведений, когда тоже героиня застревает на каком-то уровне и дальше не развивается. Вокруг нее мир растет, герои другие получают повышение и более интересную жизнь, а она застревает в каком-то образе и дальше не двигается. Нам всех интересующий принцип смуфеты. Собственно, родился из серии мультфильмов про смуфетов. Изначально это раса маленьких синих гномиков. Все мальчики. И для того, чтобы испортить их, добрых и хороших, я не помню, как именно зовут злодей, в общем, он создал девочку смуфа. И отправил ее к ним, чтобы она их, значит, соблазнила и завлекла на путь зла. Да, то есть здесь как бы женщина, да, принцип смуфета – это когда, во-первых, женщина одна только для того, чтобы просто она была. У нее нет своей личности, своего характера. Она, как бы, если ее можно легко заменить на торшер, и ничего не поменяется для проявлений, даже если это будет злой торшер, то мы имеем принцип смуфета, да? Замороженная женщина – это, скорее, троп. Но он довольно-таки часто применим и часто встречается. Это тот случай, когда он встречается в играх тоже. Самый яркий пример, наверное, макс-плей. Когда женщина присутствует в сюжете только для того, чтобы дать мотивацию главному герою. Чаще всего это мертвая женщина. Ее смерть дает мотивацию главному герою что-то делать. Еще это может быть уехавшая далеко женщина, которую нужно вернуть каким-то образом. В общем, в сюжете она как бы как двигатель, а не как личность, не как персонаж. В целом, да, в играх такое встречается. Но в случае, да, там, большого проработанного мира и так далее, сложно говорить, что если у нас встретился этот троп, игра сама по себе плохая, использует клише и так далее. Она может это использовать и другие клише, а может не использовать. Может быть, это случайная ошибка и так далее. То есть это по единственному этому тропу нельзя судить обо всей игре, на мой взгляд. Хотя в целом, да, это плохой признак. Потому что это очень... Это как дама в беде. Слишком часто встречается, устарела и показывает, что люди не хотели думать, когда создавали тот или иной сюжет. Начать свой разбор творчества этих корпораций я бы хотела с того, как они репрезентуют свои игры в медиа. На мой взгляд, это очень важно. Потому что, собственно, показывают, какую аудиторию они хотят привлечь, к кому они обращаются, кого они хотят видеть среди своей аудитории. Промо-ролики World of Warcraft очень известны. Я хочу обратить внимание на то, что в промо-роликах, если мы увидим женщин, то мы увидим их вот так. Это, во-первых, только эльфийки. Во-вторых, да, можно посмотреть, насколько они одеты. Мужчины в мире World of Warcraft обычно заповнены в броню по самые уши. Глаз не видно. Промо того же самого у Биоваров Mass Effect первые две части нам показывают только мужчину-протагониста. Для третьей части была выбита Фем Шепард в качестве женщины-протагониста. Но, тем не менее, я хочу отметить, что промо-ролики, именно видео с ней, их было меньше, чем с мужским протагонистом. Но они всем больше работают. Когда чего-то мало. запоминаешь то, что долит. Так, что касается вселенной Dragon Age, для серии, для первой игры Origins каждая предыстория была представлена своим персонажем. Вот, они не очень напоминают то, что было в игре в результате, но, тем не менее. Вот здесь мы видим разные расы, разного пола, разного телосложения, в разных жизненных ситуациях. Ко второму Dragon Age устоялся протагонист в качестве мужчины-мага. У него даже была экономная пара Изабелла, с которой они убегали в закат. В Инквизиции выбрали агендерного персонажа, да, то есть по нему нельзя сказать, мальчик это или девочка. Да, я извиняюсь за опечатку. Для Элдерс, в случае репрезентации последнего творения Bethesda это Элдерс Продолжен Лайн, мы видим здесь принцип, в общем, тоже довольно известный, два плюс один. У нас есть два мужских персонажа, их уравновешивает женщина. Нам представляет она, что неудивительный эльфийский альянс, но все остальные представляют альянсы в основном людей, разных рас людей. Собственно, все вот эти вот ребята борются за господство в Сиродиле. А Fallout, несмотря на то, что он полностью индифферентен к полу персонажа, также представлен мужским протагонистом в первую очередь. Все эти игры и что еще важно при обзоре? Это гендерный состав. То есть, может ли игрок выбирать пол персонажа, за которого играет? Насколько представлены женщины и мужчины и в каких ролях в качестве значимых персонажей? И презентация в истории и мифологии мира. Для Blizzard, особенно раннего, характерно почти полное отсутствие женских персонажей среди что значимых, что незначимых персонажей. До определенного момента не было даже женских юнитов в Warcraft. В Starcraft женские юниты тоже появились не сразу, только с дополнением. Таким образом, то есть там появляется там была огород, поларчиха, какие-то такие проблески были, но в целом вы увидите очень мало женщин в ранних творениях Blizzard. В Diablo в первом, опять же, в дополнении появилось Рога. Во втором Diablo у нас соотношение будет 3 к 4. То есть 4 героя, 4 персонажа мужского пола по умолчанию и 3 персонажа женского. в Starcraft последний. У нас есть выбор из трех протагонистов, да, это те, чьи интересы, они представляют расы, чьи интересы мы будем продвигать в космосе. Однако, стоит добавить, что опять же, в дополнении появился еще один женский персонаж, но за которую есть своя собственная компания. до этого момента у нас опять было два мужских персонажа и единственная Сара Керрибана. Кроме того, во втором Starcraft мы наконец-то увидели, что у протусов есть женщины, но они все равно не воюют, поэтому мы за них не поиграем. из женских юнитов за тиранов у нас есть традиционные медики, валькирии, в общем, все. Overwatch, последнее творение Blizzard, как раз и здесь они развернулись по-многому, потому что у нас представлено огромное количество персонажей с самыми разными предысториями, и с разными даже типами телосложения наконец-то. Если до этого в целом если появлялись там, можно вспомнить Джайну или Сильвану, в целом они выглядят примерно одинаково. Это худые, белые, красивые женщины до 30 примерно, даже если они не совсем живые. здесь у нас есть самые разные предыстории. У нас есть Заря, которая репрезентует женщину очень сильную, такого нетипичного для компьютерных игр телосложения. У нас есть маленькая трейсер, есть роботы. Но до появления Арисы все роботы озвучивались мужскими голосами. Так что мы только сейчас среди синтиков появились женщины. Однако и Оверлоч подвергался критике за то, на чем именно акцентировала внимание камера при игре. На что попы-попы-попы-попы женских персонажей везде и всегда. Может быть Генжи так же было? И с Генжи, и с Рипером, и с Солдатом. Да. То есть суть не в том, что это женский фансер, а в том, что это в принципе фансер. Потому что секс продает. И как бы у Кимано Ханза нет никакого смысла в том, чтобы оно так выглядело. И в том, что стране Генжи похожи на фоне Стринги тоже Но это существует в контексте нашей культуры, которая исторически в играх. Ну потому что секс продается? Нет. Вы же выяснили, что это не продается. 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 Официальное исследование говорит, что нет. Тихо, тихо, тихо. У меня большой, обширный вопрос. Дело в том, что мы втроем сюда пришли реально по делу. Вот. Дело в том, что мы представляем собственно говоря компанию, которая занимается разработкой непосредственно игры. Вот. И собственно говоря, хотели вот обсудить важность женских персонажей в принципе. Итак, собственно говоря, дело в том, что мы работаем над игрой, которая не попадает вообще ни в один из описанных типажей. Это военный тактический симулятор ручевоискового боя. Вот. То есть место для женщин в принципе не очень пригодное, но скажем так, поступает очень-очень много жалоб вот сообщества на тему того, что в первой игре серии женских персонажей было ну в основном просто моба, у которых даже не было никаких зачатков диалога. посредине моего доклада и можно потом. Ну давайте потом. Можно человек доклад закончен, а потом уже будут вопросы и обсуждения. Хорошо. Какие-то короткие вопросы я готов ответить на большие, давайте поговорим потом. Да, были жалобы на телосложение у некоторых женских персонажей. В общем, Overwatch с одной стороны, по сравнению особенно с тем, что было начальным игром Blizzard это феерия разнообразил, а с другой стороны, это все равно вызывает вопросы. Биобары, в общем, знамениты тем, что у них можно было выбрать там всегда пол-персонажа, начиная с первого Baldur's Gate'a, Neverwinder Nights, не отличается ни Mass Effect, ни Dragon Age тем, что вы всегда можете выбрать за кого будете играть, будет это мальчик или девочка. Не во всех играх можно выбрать расу, вот, то есть во втором Dragon Age раса не выбирается, однако в целом разнообразие велико. Тем не менее, для, например, серии Mass Effect характерен тот факт, что большинство инопланетных рас представлены мужскими юнитами. Мы можем гулять по планете, мы можем гулять по космической станции и будем встречать множество представителей разных рас и все они будут на удивление мужчинами, кроме расы Азари, которая представляется с одной стороны одной самых сильных раз в галактике. Они очень долго живут, они очень сильны политически, однако странным образом в основном мы их видим в роли стриптизерш. гуляют Таким образом видимо они рулят галактикой, я не знаю. А там разве это не считается как бы у молодых Азари принято погулять перед тем, как наниматься. Почему они гуляют только в стрип-клубах? они? Ну не только, они там еще организовывают пандитизм, наркотики и прочее. Да, это постепенно развивается по второй части. В первой части в основном там консорт Азари, стриптизерша Азари, а убиваем в основном крованов и людей. Кроме того, в третьей части у нас появились единичные представители других полов. Там мы увидели турианку, например. Да, из женщин салурианцев мы видели салурианку в качестве председателя совета. Но в целом да, довольно странно, что вся галактика у нас заполнена мужчинами, а где-то женщины отсиживаются. Вариантка. У этого там был еще робот с женщиной. Сузи нельзя забывать, она только женского попа. Она в первых частях была по присутствию и потом погрела тело. Да, ей дали тело, ну, кстати, да, у Сузи гиперсексуализированное тело. Ее как бы одеть сложно. Зато она наступает в роль сильной женщины, которая спасает шепарда там чуть ли не постоянно, условно говоря. Опять же, что и прикрывать у нее как бы половых органов нет. А грудь есть. Да, вот так. Но она не воспринимает это как тело в принципе. то есть свои. для Бесезды в целом характерна опять же полная свобода выбора пола, расы и взаимоотношений с миром. То есть здесь в общем игроки всегда могли выбирать за кого играть. Начиная с первых игр. всегда были довольно-таки неплохие для своего времени возможности по созданию по индивидуализации персонажа, за которого вы будете играть. Собственно, как эти женщины были, как женщины персонажи представлены в самом мире, да, их визуальная репрезентация. на мой взгляд важно обратить внимание на половой деморфизм, да, мужчины и женщины одной расой отличаются, насколько велики различия. Различия в одежде и броне одно и то же на мужском персонаже и на женском. А также все типичные для репрезентации женщин в видеоиграх вещи корсеты, каблуки, бронебикини и прочая объективизация. Да, здесь в общем представлен да, это рандомная картинка из интернета, да, одна и та же одежда на разных, да, на мальчике и на девочке персонажа. Это довольно традиционно, да, что женские персонажи одеты более открыто, вообще традиция бронелифчиков идет лет с 80-х годов с рисунков про варвару, когда она перепочивала любые компьютерные игры. Близзард, World of Warcraft, огромное количество рас, и, собственно, половой деморфизм для них, World of Warcraft очень заметен. все мужские персонажи больше, выше, мускулистые, более звероподобны, если раса это предполагает. Женские персонажи меньше, всегда ближе к гуманоидному типу телосложения, миловидны и менее звероподобны. Ну, таким образом, на женщины остаются миленькими, даже если они парчихи или тоуренки. Ну, воргины не особо милые, даже женщины. Ну, все равно милее, чем мужчины, да? Мужчины, там, эльфы, гипермаскулинные. Но только не кровавые эльфы, которые худенькие, точненькие. Все там говорится, что все говорится. Доспехи в World of Warcraft тоже зачастую демонстрируют как выглядят довольно открыто на женских персонажах и показывают все, что можно. Для примера я сделала также Heroes of the Storm. Это такой сбор мобо-игр, в который можно посмотреть на персонажей в разных игр. Это два магических персонажа. Полностью одеты кельтас и джайна с голым пупком. Почему? Потому что. Потому что почему бы не показать немного тела женского персонажа. там есть два трусов в одних трусах и сальцев Сильвана и Тиранда тоже одеты, я бы говорю о аутфитах, которые по умолчанию, да? Раздеть персонажей можно практически любым, но то, что нам дают по умолчанию, да, вот женские персонажи будут представлены так, мужские одеты. Я буду по умолчанию раздеть. Это прежде, наверное, по варкрашу, нежели по фоксу. Вспомним репресситацию от Эльфов, да, от Эльфики. Они полностью обнажены, от Эльфов минимально одеты, даже ключевые персонажи. Но если вспомнить ключевых мужских персонажей, то взять Иллидана. Как выглядит Иллидана, кстати? Он носит оборванные шараары и всё. Он и, ну, ещё повязка будет. Он волк. Взять Малкуриона, огромный дядька, с лицухой, такой ух, тоже носишь шараары и больше ничего. Взять Хирария, полубога. Он вообще гол, он кентавр. Он ходит, трясёт к своему кентавру. Да, это важный вопрос. В общем, в чём разница между полуголыми женщинами и полуголыми мужчинами в играх? Разница в том, что мужские персонажи, чаще гипермускулинные, представлены так, какими мужчины хотят себя видеть, а женщины представлены так, какими их хотят видеть мужчины. Это немного разные вещи. Нет, вот эти женщины не хотят себя видеть так, хотя как-то репрезентуют выбор. Между прочим, многие женщины, они готовы там, так сказать, они сами сходить либо... А то слово объяснено, например, то, что, ну, большинство бойцов, которые в лицо в тайме, такие монахи, уфовный класс, они, ну, как, взяты с бойцов, по-моему, а с боксеров, которые одеты, так же мало, ну, понятно. Вот, а девушки так... А ситуация в актерах? Ну, тянь в своей актере. Я не знаю, как программа филизма, но, кстати, это можно объяснить тем, что женщины, во-первых, больше их представлены именно такой одеждой, а, во-вторых, у них нет такого объяснения, то есть их занятия не... Притом, не значит, что они должны быть так одеты. Чаще всего даже танки, во-вторых, девушки одеты вот так же в бронеливчике, ну, покои. К тому, что кто-то мне подскажет, что не все мужчины хотят выглядеть, как груда мышц, как бы, в итоге, может быть, это не надо. Тем не менее, мужчин, которые хотят выглядеть, как груда мышц гораздо больше, чем женщин, которые, в принципе, хотят ходить в бронеливчике. Плюс. А вот такая ситуация. А вот такая ситуация. Да, это просто здорово, если это не короткие революции. Вот у нас не всех задумываются. Нет, хочется садить в пасть, но вот тут... Нас хочется сказать, что как хочется. Давайте я продолжу. Давайте я продолжу, да. Это пример того, как... Давайте. Хороший пример того, как выглядят женские персонажи, если их не сексуализируют нарочно. Да, это крестоносец Джоанна и Хроми. Они одеты целиком и в случае крестоносца даже функционально. Овервотч, собственно, представлен большими вопросами к Овервотчу. Внезапное подчеркивание груди у Мерси, полуголая вдова, трейсер с очень миниатюрным звездосложением. У вас короткая рефлика или большой вопрос? У меня вопрос конкретно к вам. Первое, вы когда-нибудь видели броню, именно реальную, боевые образцы, сделанные для женщин? Ну, конечно. На фотографиях, да. Ну вот, и да, там фигурируют реальные бронелифчики, то есть они сделаны в форму груди, чтобы бронеплита передняя не давила на нее. Это первый вопрос. Второе, вы когда-нибудь пытались натягивать броню, которая сделана в формате унисекс, то есть, где ничего не выделяется? Давайте подождем до конца лекции. Да. Нереально. Можно в конце. Вопросы можно запомнить и потом задать. Я занималась боевыми искусствами, и да, спокойно. Ну, тут, возможно, у меня в следу не тканевая броня, а именно нечто более жесткое. Тканевая, именно жесткая бронепластина. Как бы кимоно и прочее. Действительно, секс очень нехорошо, но именно что касается жестких материалов. А почему я надевала защиту? Защита, это тоже все очень мягко, из поролона, из прочих-прочих материалов. Нет, я имел в виду бронежилет, конкретно бронежилет. Что касается небоевых искусств, а сколько там боев средневеков? Мы говорим об играх, да, об фантастических мирах. Ну, в играх там скорее все-таки броня, она приближена к средневком типу, а не к типу пролоновых. Да, доспехи в мире белое. Перед нами одна из основных персонажей игры на веб-интернет, Арибет. Она паладин по своему классу. С ней связана трагическая история. И, невзирая на то, что обычно паладина все-таки full plate, в ее случае уязвимые места достаточно открыты для поражения мечом, например, в бою. Jade Empire, в общем, в азиатском стиле игра. И там, как ни странно, одетыми и раздетыми бывают оба пола. Вот. Во основном из соображений красоты, чем функциональности. В игре Star Wars The Old Republic тканевая броня облегает формы персонажей, а тяжелая броня наоборот их не подчеркивает. А вот здесь, например, с одной стороны тканевая броня, а с другой стороны тяжелая на женском персонаже. Да, единственное, здесь как бы тоже одна и та же броня, разные на мальчиках и на девочках. Да, у девочки внезапно открытый живот. И раса, звероподобная раса, которая, в общем, представлена мальчиками и девочками, но полового диографизма нет совсем. В Mass Effect, да. Вот та же самая раса Азари. Мы два довольно важных персонажа для истории мира. Матриарх и Юстициарх. И у обеих из них, да, вообще над одеждой Юстициара очень много шутили. Что Матриарх Азари выглядит как будто завлекает как-то своего союзника Сарана. А там были пэринг из-за этого. Да, Юстициара в целом, да, Юстициара исполняет правосудие, не вступает в никакие личные отношения и никого соблазнять не нужен. Однако у нее тоже внезапный глубокий вырез и демонстрация грудей. На этом скриншоте видно, да, это тяжелая броня у одного из персонажей и подчеркнута, да, грудь за чем-то. Да, здесь, как мы видим, двух персонажей, которые являются любовными интересами для Фем Шепард и, соответственно, Мэл Шепард. Это акцент на Попе Умиранте, да, с этого угла мы будем часто ее видеть. Да, и Джейкоба, который тоже у нас снизу, и у которого внезапный гульфик вот за чем-то на одежде. Чтобы, видимо, точно персонажи поняли, вот это любовный интерес. Смотрите, оцените. Да, во втором асфекте мы можем найти примеры как брони, которая подчеркивает наличие груди у Фем Шепард, так и брони, которая вполне себе справляется со своими функциями и при этом не является мешочками для груди. В Dragon Age Origins, скажем так, можно найти примеры хорошие и плохие. В случае низкоуровневой брони для рок у девочек всегда очень открыт живот и грудь, да, там практически бронелифчик. Иногда одежда для магов на мальчиках и на девочках смотрится очень по-разному, да, на маге это будет мантия, на девочке внезапные открытые, там, какие-то с подвязками, в общем, странная одежда. Фуллплейт может как подчеркивать наличие груди, так и спокойно его скрывать. То есть выбор в пользу одного или другого продиктован непонятно чем. В Инквизиции есть персонаж довольно-таки значимый Евген, которая тоже щеголяет. Она магичка, ей, в общем, да, защита не нужна, но она не романсабельный персонаж. У нее, как бы, есть свои отношения и ходить с обнаженной грудью просто потому, что, потому, подкрытые всями травмы. А это не звездно с тем, что она, как бы, орлисты и аристократы, там, традиции и все дела, ну и мода, и все. Да, вот по всем внутренним землям так ходить очень удобно. По всем внутренним землям, но, как бы, это подчеркивается, что она такой персонаж, который будет ценить внешне? Ну, не настолько. Да, если говорить о беседе, то в ранних играх, например, «Лэш Кролл» с «Дагерфолм» Женские персонажи часто представлены в очень, да, здесь вот это пиксели, да, но, в общем, понятно, насколько женские персонажи обнажены. Постепенно это сходит на нет, хотя, опять же, функциональность обнажения живота в «Элдерскроллз онлайн» — это низкоуровневые доспехи. Чем более высокоуровневые доспехи, тем больше закрыто тело. Вот это низкоуровневые. Проблема в том, что в этих низкоуровневых доспехах бегают почти все NPC. Соответственно, вот так вот выглядят стражи от столицы, например. Они, наверное, много наохраняются голым животом. Вот, да, это тоже одна и та же броня, и тот же стиль, тот же уровень — это зрение броня. Так выглядят персонажи. Тяжелая броня более-менее равноправная, но снова вот подчеркивание груди. Также важной составляющей репрезентации генера в играх является то, насколько, какие именно отношения в играх присутствуют, возможности отношений. То есть какого типа? Только гетеросексуальные, возможности этих отношений, присутствуют ли гомосексуальные отношения, отношения с другими расами и видами, и наличие или отсутствие трансгендерности. Это показывает, насколько, скажем так, традиционна или открыта к новому та или иная игра. Blizzard — очень традиционная компания. В их играх возможны в основном гетеросексуальные отношения. Вот взаимоотношения Сары Керриган и Рейнера длятся через две части уже. И довольно-таки классическим образом Рейнер спасает Керриган два раза за второй Старкрафт. В играх биоваров взаимоотношения персонажей развивались постепенно. В Baldur's Gate возможность завести роман появилась только с выпуском Enhanced Edition, с которым биовар уже не имеет отношения. Однако со временем появились возможности завести роман у мальчиков и у девочек. Поначалу только гетеросексуальные, с приходом Dragon Age и Mass Effect еще и гомосексуальные. За это, в общем, и соответственно взаимоотношения с другими расами. Ролик, в котором первого Mass Effect, в котором постельная сцена с Лярой из расы Азарь взорвала вообще медиа. Потому что как так с секс инопланетянами? Что вы пропагандируете? Что вы хотите этим сказать? Комосексуальные отношения в Dragon Age возможно с первой части, в Мире Mass Effect с третьей. Я имею ввиду между мужчинами, с женскими персонажами комосексуальные отношения возможно с первой части, а во второй тоже. Ну и, собственно, серия Mass Effect известна тем, что там возможно вступать в отношения с представителями других рас, развивать именно романтическую линию. И, да, там, Бэйринг Шепард Гаррис вообще, его любит весь интернет. Любопытные примеры, ну, условно говоря, трансгендерности в играх БиОВР. Например, ремень мужественности и женственности – это довольно стандартный предмет из мира Forgotten Realms. Если ты его надеваешь, ты меняешь пол. И, собственно, да, это считается проклятьем, потому что жить не в своем поле, когда ты к своему уже привык, довольно неудобно. Также в играх в мире, я бы сказала БиОВР существует два трансгендерных персонажа – МТФ и ФТМ. Это Кремиус Акласси и Магичка из Твиттера, которая появляется в комиксах. Я просто, так, у меня, видимо, пропали изображения, то в мире Бесезды возможны отношения с разными полами и расами. Но в целом это последнее, что волнует игру – с кем у вас будут отношения. Мир полон историй о взаимоотношениях разных рас и разных полов. Кошки и органиани, норды и кошки. Совершенно неважно, кто с кем и в каких отношениях состоит. Историй об этом много. В Скайриме вы можете выбрать себе любого практически партнера с помощью кодов вообще кого угодно. И, в общем, это нормально. Однако это не то, что волнует, прямо скажем, игру. То есть это особенно не отражается на игровом процессе. В отличие от игр биоваров, где как-то ваши отношения будут прокомментированы. Любые, на самом деле, отношения. То есть завели вы их гетер или гомо, будут как-то… игра на это отреагирует. Да, в мире ТЭС существуют легенды о трансгендерных персонажах. Возможно, вызванные просто ошибками в игре. В том случае, когда персонаж явно женского пола был озвучен мужским голосом и наоборот. Перед тем, как перейти к выводам, я бы хотела сделать заметку о сюжетной составляющей. Для игр Blizzard характерно, скажем так, псевдореализм и на большинстве высоких постов вы встретите мужских персонажей. В играх Bethesda половые различия довольно часто представляются предметом, скорее, игры. Да, даэдра, которые могут быть мужественными, женственными, как баэтия. Или принципиальная агендерность низших даэдр. Да, они не являются ни… Мужчинами, ни женщинами они вообще не репродуцируют в нормальном нашем представлении. Иногда мы можем встретить довольно-таки традиционные для нашего мира истории о насилии над женщинами. Но при этом это не является центром сюжета и на высоких позициях, особенно в поздних играх, мы можем встретить много женщин. В ТЭС онлайн довольно много можно найти женское, да, у нас, например, строго мужское. В мире биоваров довольно много мы найдем женщин на высоких позициях. Они развиваются, они получают новые посты, да, там, Лилиана проходит определенный путь. Талия повышается, да, адмиралов флота, да, и не заморожен. Да, и, собственно, к чему это все велось. Во всех старых играх, кроме игр биоваров, мы видим, что, в общем, наш традиционный, как мы здесь себе представляем гендерный порядок, он повторяется. Постепенно приходит к выводу, что невозможно игнорировать проблемы женской аудитории, да, невозможно продолжать репрезентовать женщин по-старому, потому что женщинам это не нравится. И производители, компании стараются сделать игры для женской аудитории более приемлемыми. Они борются с объективизацией, стараются вводить сильных женских персонажей и, в общем, продвигают новые ценности. Но, на мой взгляд, все это показывает, что они просто не очень представляют, к чему, собственно, они хотят прийти. Они хотят уйти от объективизации, но к субъективизации, к тому, как представить женщину как субъекта, прийти им все равно не удается. Они то и дело срываются в старые паттерны, в старые визуальные образы, в старые тропы, в старую репрезентацию. И просто по-новому взглянуть на женщину у них до сих пор не получается, хотя они очень стараются. Всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ